Мы прибыли на завод Которая находится настолько далеко от цивилизации, что даже на карте нет этой дороги И даже тут даже не деревни самой этого места нет То есть вот я пользуюсь картами Байду, да, китайскими, которые очень-очень подробные И на них видно вообще все, там даже кое-где такие тропы нарисованы Но этого места нет даже на Байду карте Хотя деревенька довольно старая Ехали сюда где-то 4 часа в городе Пуэр И далеко-далеко в глушь И здесь расположены такие небольшие фермерские производства красного чая То есть вот в противоположности к крупным заводам Здесь реально такие производства, где работают по одному по два человека Например, на этом заводе работает реально муж с женой То есть два человека держат целый завод Причем и назовешь совсем маленьким То есть в Китае всех масштабах, конечно, маленький Но так, в общем-то, у них так несколько тонн производится чая В неделю бывает даже так и больше То есть здесь два больших цеха Большой такой вот ангар для Вэдьяо, как сейчас, где мы сейчас стоим Для первичного выгоняния влаги То есть чтобы выходил влага из чая Вот, стоят станки для жонен Ну то есть все, что обычно присутствует на заводе по производству красного чая Здесь есть Но при этом здесь работают всего два человека Сейчас посмотрим как это происходит Попробуем Вы можете с нами сотрудничать? У нас есть несколько комфортных магазинов, в Юнландском хозяйстве. Если что-то нужно, сколько-то стоит, то есть, то есть, да, ты там есть? У меня есть. Я купил с другими хозяйствами, но после того, он купил меня в магазин, он просто сотрудничать в магазин. Вы приехали в Юнланды? В среде любителей чая, и не только чая, уже давно актуальный вопрос, полезности самого чая, а также еще и, безусловно, содержание в нем тех или иных удобрений, то есть пиццидов, гербицидов, гипсицидов и прочих удобрений, которые при превышении допустимого уровня, конечно, могут быть не очень полезны для здоровья. Именно поэтому для нас этот вопрос тоже очень важен, безусловно, и он также стал важен, в последнее время становится все более и более важен для фермеров, поэтому мы, помимо того, что делаем полный лабораторный анализ уже чая после покупки, но все равно есть предварительная такая некая проверка, есть такой вот, можно сказать, это нитратотест, он называется, да, это нашего российского производства машинка. Некоторые скептики считают его не очень точным, но, в принципе, как первичная некая такая проверка на, скажем, уровень солей внутри того или иного биологического объекта, то есть будут тут овощи, фрукты, мы решили чайный лист тоже проверить. Так как тут нет списка самого чая, то мы выбираем детскую норму, это самое-самое низкое содержание из возможного на какую-то, собственно, единицу, да, то есть 50 микрограмм уровень, значит, этих вот солей на килограмм сырья, да, какого-либо, будь то яблоко или что-то еще, или фрукт. Но здесь мы смотрим чай, и я вот сейчас пробую вот самый-самый, значит, низкий уровень, вот, сейчас у нас идет подготовка к анализу, и мы сейчас проверим нагретное вот это вот сырье, которое только-только прошло в идеал, то есть тут как бы лист свежий, то есть как раз видно, что он еще не обработанный, и в нем как раз, если что-то и было, то вот, но здесь лучше проверить, чем по готовому спитому чаю. Потому что с питом чая очень много может выйти уже в сам настой, и поэтому это не настолько точная проверка, как именно на свежем листе. Вот если я прям стараюсь с ним выделить сок, и нажимаю ОК, чтобы смотреть, вот измерение у нас происходит сейчас. Вот. Мы видим 6 микрограмм на килограмм, при том, что детская норма 50. То есть, конечно, это не очень точная машинка, но я, так как я делаю эту проверку несколько раз подряд, то есть я тут прошелся по всему, собственно, большому подношу, можно так его назвать, и проверил раз 10. Было примерно вот от 6 до где-то 12, примерно на таком диапазоне, при том, что детская норма это 50. Вот, то есть тут практически нет удобрения вообще. Я, в общем-то, предварительно, естественно, поговорил с самими фермерами, они, честно, сказали, что они очень мало удобряли, вот, и, ну, как бы, говорится, доверяй, ну, проверяй, но в данном случае я вижу, что сейчас при каком-то длительном общении уже с фермерами, конкретно с этим вот человеком уже сотрудничали до этого, видишь, что, как бы, люди нормальные, и понимаешь, что, как бы, с ним можно работать. Именно поэтому очень важен такой личный фактор, личный фактор доверия, когда ты, как бы, к ним приезжаешь с такой вот штукой, тоже она вызывает у них некоторый интерес, и они понимают, что, как бы, человек просто не будет покупать их чай, если он не подойдет, там, по вот этим вот критериям. Еще очень важный сезонный момент, то есть, например, тот же чай юнаньский, да, в общем-то, это не только юнане касается, но юнане, конкретно, есть такая специфика, то, что летний чай, он вообще, ну, абсолютно никакой, вот, это касается севера, как я уже говорил, но здесь это в особенности, правильно, потому что очень жарко, вот, появляется очень много насекомых, приходится чай уже конкретно поливать удобрениями, так, в больших количествах. Мало того, что чай сам по себе не имеет вкуса, еще и он довольно-таки сильно удобрен, там уровень уже, может быть, даже превышен. Именно поэтому все талантливые, скажем так, опытные закупщики чая, они никогда не покупают летний чай, он бывает дешевый, он бывает очень красивый, прям такой, прям, весь, если говорить про деньхун, там, например, про юнанский красный чай, который мы сейчас здесь закупаем, да, то, как бы, ну, он может быть очень красивый, но абсолютно не иметь ни вкуса, ни аромата, ничего, то есть это абсолютно непригодное сырье. Наоборот, если говорить про ранний чай, там, может быть, февраль, март, он может быть очень хороший, вкусный, но будет очень дорогой из-за того, что его еще мало, на первый чай обычно всегда очень высокий спрос, и поэтому такая золотая средина, это как где-то апрель-май, когда мы сейчас приехали, да, то есть доступная цена, еще нету много удобрений, еще не вызвали всякие насекомые, вот, но при этом чай еще по-прежнему очень даже вкусный, то есть такая вот золотая средина, вот, и как раз именно ее мы стараемся придерживаться при работе с фермерами. Любой цех по обработке, по термической обработке чая начинается с такой вот большой дровяной печи, вот, с которой подается горячий, горячий такой, даже немножко прокопченый воздух, уже, собственно, на самооборудование по сушке и по обжарке чая. То есть тут по-разному бывает это сделано, то есть разные станки, скажем так, используют этот огонь, но суть главная, что это огонь из дров натуральных, то есть не электрические печки, и это, конечно же, придает чаю уже совсем другой вкус. Практически все стадии обработки чая помещаются в это здание, с исключением одной единственной стадии в Эдьяо, вот, то есть здесь, собственно, происходит ферментация, сейчас уже после того, как чай уже ферментирован, немножечко так вот его подсушивают, можно сказать, вот, а когда он ферментируется, его накрывают тряпками, наоборот, вот, после этого, значит, сначала идет в Эдьяо, потом сминание, потом ферментация, и потом финальная стадия Фунбэй, после чего чай уже готов. Здесь, кстати, нету, как на многих крупных производствах, нет машины для Гонзала, такой вот машинной сушки, здесь все сужен только на дровах, подается огонь натуральный, и, собственно, на горячем дыму, на горячем воздухе, на таком раскаленном, здесь, собственно, происходит финальная сушка. И, по сути, чай готов. Сейчас мне только что угостили фермеры Ганган Чулайда Чхаа, то есть чаем, который только что сделан. Чай, который только что сделан, ему, конечно, требуется еще какое-то время для того, чтобы у него приобрелся лучший вкус, то есть вышел так называемый холуэй, вкус огня. Вот, это вот передо мной станок для Фунбэя, он такой немного теплый, причем действительно немного теплый, потому что слишком сильная температура может чай испортить, и поэтому, в общем-то, огонь поддерживается на не слишком высоком уровне для того, чтобы воздух был достаточно такой средней температуры, не слишком обжигающий для чая. И здесь также многоуровневый сделан такой вот, значит, там, значит, плоскости внутри, да, на которых чай лежит. Вот это по помощи этой ручки сбрасывается на следующий уровень чай. То есть прогревание происходит очень постепенно. Сверху совсем такая чуть-чуть тепленькая температура. Ниже все жарче, жарче, жарче. Вот, кстати, одна из главных причин, почему вообще очень приятно находиться на чайных производствах, стоит абсолютно невероятный аромат чая. Причем в каждом из цехов после каждой стадии обработки этот аромат разный. Сейчас у меня в руках основные два инструмента, которыми работает сотрудник чайного завода, вот, а также еще и вот такая вот корзина. То есть, в принципе, вот эти вот три устройства, это самое главное, что используется. Мне что понравилось, как это вот на этом заводе, то, что тут используется только все бамбуковое, либо деревянное, то есть никаких пластиковых корзин, как это можно увидеть на некоторых больших заводах. Потому что, на самом деле, я спросил, почему, они говорят, что, ну, как-то все-таки натуральное, оно приятнее. И не, не, не чай, когда, особенно, значит, достается после Жоунин, да, а потом еще при этом прогревается после, он довольно теплый. И получается, что если положить его в пластик, то как бы некоторый аромат может таким образом подпортиться. А кроме того, еще важный момент, то, что когда используется натуральный, там, именно природный материал, то как бы чай более бережно, собственно, с этим прикасается, и меньше лома листа, меньше какого-то таких вот ссора получается и так далее. Поэтому здесь вот к этому очень тщательно относятся.